Крыху больше за месяц застается до 1 дня голосования. Обранье депутатов в Палату представников и Мясовые советы пройдет 25 лютого. Зараз округовая комиссия проводит проверку документов, которые подали претенденты на депутатскую посаду, на предмет ответственности по требованиям выборчего кодекса. Кончатковые списы зарегистрованных кандидатов станут вядомы 30-го студента. Ирина Юшкевич продолжит. У выборкам идет деталевая проверка каждой кандидатуры. Комиссии вылучают пакеты документов, представленные потенциальными кандидатами. До прикладу по Занеманской окрузе Грузинской области заявки на уделу в выборах подали 12 претендентов. З их три у Палату представников и девять у областный совет депутатов. Гродненский-Занеманский округ номер 49 включает в себя 32 избирательных участка, два из которых находятся в Подлобенском сельском совете. На сегодняшний день нашу комиссию поданы документы от 12 граждан, которые выдвинули свои кандидатуры в качестве кандидатов депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, а также Гродненского областного совета депутатов. На сегодняшний день, 16 января, началась проверка документов на предмет достоверности поданной информации. Членами окружных избирательных комиссий проверяются подписи граждан в подписных листах, поданы запросы в инстанции, такие как инспекция Министерства по налогам и сборам, такие как запартамент ценных бумаг, кадастровое агентство Республики Беларусь. Вот уже третий день эта проверка продолжается, и нужно заметить, что на сегодняшний день все документы пока подтверждаются, то есть инициативная группа поработали качественно, хорошо, будем надеяться, что и так дальше повторится. На проверку документов у выборка МОЗа стоится 12 дзен. Не выключено, что у вынику посвечений кандидатов депутаты отримают не все претенденты. У регистрации комиссия может и отмовить, например, когда у декларации об доходах будут указаны неправильные известки, або у подписных листах опынется больше за 15% несоправдных подписов. Для проверки достоверности подписей в подписных листах отбирается 20% от общего количества подписей, необходимых для регистрации кандидатов. И в случае, если установлено нарушение, тогда отбирается еще 15% подписей, проводится дополнительная проверка. Если в случае и дополнительной проверки признаны подписи недействительными, значит кандидату может быть отказано в регистрации. Проверять пакеты документов претендентов на депутатскую посаду выборками будет до 30-го студеня Уклюшна. У гэты дзень стане вядома докладная колькасть и имены тых, хто разом с посвященнем отримае официйный статус кандидата у депутаты. А далей по 24-го лютого Уклюшна самый активный этап кампании – агітация. Программы, продвыборные обязанности можно будет почуть у тем лику по радио и телебаченне, а кандидата у мясцовые советы подчитать на сторонках друкованных СМИ. Баразба за голосы выборщиков продолжится аж но до 1-го дня голосования. 25-го лютого агітация заборонена.